День, час в час, минута в минуту, Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Это секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит, я говорю, боже мой Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа «Культурная среда» Прекрасная возможность приобщиться к музыке Но, во всяком случае, не услышав, может быть, эту музыку Но узнав многое о классической музыке И чудеса действительно техники Мы связываем три точки пространства благодаря Zoom И я передаю слово постоянно ведущей программы Елене Приваловой Здравствуйте, добрый день Здравствуйте, Олег, здравствуйте, дорогие радиослушатели Очень радостно, что благодаря интернету Можно каждую среду проводить передачи на Рижском радио Так же мне радостно, что все-таки культурная жизнь Потихоньку оживает в Риге Концерты проводятся и в Домском Соборе Проводится сейчас большой, грандиозный фестиваль В Дурмале, в Зинтере И можно сказать, что все возвращается на круги своя Конечно, огорчает то, что приобщиться к искусству Могут только вакцинированные Только с сертификатом или с ПЦР-тестом Можно прийти на концерт И так я понимаю, считаю, что не везде принимают ПЦР-тест Только сертификаты о вакцинации И тем не менее организаторы идут на встречу Так, например, фестиваль «Вокс Ангелика», который проводится в Дугу И в это воскресенье в 18.00 будет очередной концерт Они также устраивают прямые онлайн-трансляции И для тех, у кого нет возможности послушать концерт вживую Прийти на концерт, они могут также послушать в интернете Ну а мы хотели бы вам представить сегодняшнюю гостью Это гость из Москвы, органистка Человек очень широкого поля деятельности Профессор Московской консерватории Главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», журналист Это Евгения Кривицкая Здравствуйте, Евгения Здравствуйте, Лена, очень приятно Евгения занимается действительно, как инистр Ильи Средневековья, очень большой деятельностью Я всегда удивляюсь, как все успевает И это большая педагогическая деятельность Мы, кстати, с Евгением познакомились, когда я еще была студенткой Вернее, я познакомилась И на нашем курсе «Музыкальная теоретическая факультета» Были лекции по органам французской музыки Как раз читала Евгения лекции И у нее написана по французской органам музыки даже и книга Евгения, есть ли у вас еще книги по органам тематике? Помимо вот этой книги о французской органам музыки И также вот участие в большом сборнике То есть это наш, как говорят, «Желтый кирпич» Где вошли также ваши статьи И замечательные главы о французской музыке Вы имеете в виду историю мировой музыкальной культуры? Да, историю мировой органам музыкальной культуры То есть там у вас главы Может быть еще что-то вышло с чем-то? Я не знакома Еще вот я занимаюсь уже несколько лет Продолжающимся проектом энциклопедии «Органы России» Дело в том, что жизнь не стоит на месте Со временем появляются новые инструменты И вот запустив такое издание Первый раз, по-моему, это был 2019 год Мы его каждые пять лет теперь обновляем То есть это энциклопедия, это бумажное Такое красивое иллюстрированное издание Мы его делаем вместе с очень известным органом Я бы не сказала мастером, а кустиком И хранителем органов Павлом Кравчуном Все духовые органы России Вот я сейчас готовлю третье издание с ним Посмотрела предыдущие Там было 115 органов Духовых настоящих инструментов А сейчас, мне кажется, прибавилось За эти пять лет Сколько-то книги Ну, минимум 15, наверное, органов Это, мне кажется, очень здорово И так вдохновляюще Вот, так что Вот это тоже очень-очень серьезная работа К сожалению, Евгения, у вас не очень хороший звук Ну, видимо, ничего нельзя сделать Может быть, вы будете поближе говорить Да, к микрофону Да, конечно, давайте Так, сейчас наши слушатели немного испугались Мы приносим свои извинения И мы как раз разговариваем с Евгением Кривицкой Уже об энциклопедии органной музыки Это все, не музыки, а всех органов Все органы России А есть ли интернет, сайт этого издания Или церковь печатная? Пока это только печатная версия Как меня слышно сейчас хорошо? Сейчас лучше Отлично Ну вот, да, я подумывала о том Чтобы сделать портал Органы России Ну, впрочем, я знаю, что очень многие материалы этой книги Сами органисты Выкладывают в какие-то темные непорядки Ну, не знаю Прав Второй вопрос Ну, по крайней мере Много информации в этой книге Гуляет по интернету Это, получается, третье издание И Вы сказали, где-то 15 новых инструментов появилось Могли бы рассказать, в каких городах? Ну, Вы знаете, конечно, наверное, самое интересное Органы С последнего времени Органы зарядятся Как вы сказали в макле Очень большой инструмент Много интересных таких возможностей технологических Как эти рейсы Как они реализуют Звук все-таки очень плавает Звук И, наверное, надо как-то поближе к микрофонам А вот если я вообще уберу ножницы Наверное Так лучше? Попробуем так Наверное, попробуем Вот, орган в заряде Новенький орган 82 регистра Много разных интересных возможностей Не только тембровых, но и технологических Как там все можно купулировать Память забивать и так далее Есть, например, два новых инструмента В Калининграде В Калининградской области Город Знаменск Вообще вот малые города России Они сейчас как-то активно Обрастают инструментами Но, во-первых, благодаря деятельности Католической церкви На территории России Которая как бы продвигает Не только свою как бы Ну, религиозную сторону То есть богослужение Но вот и способствует Появлению органа Как очень важного участника Ритуала богослужения И появляются и новые органы Которые специально строятся Для вот таких церквей в России Либо это вот так называемые Перемещенные органы Которые привозят из Европы Из тех залов или церквей Которые, ну, хотят, например По какой-то причине сменить инструмент Они не плохие Некоторые даже очень интересные истории По крайней мере, мне кажется Что вот этот процесс взаимодействия Российской органной культуры И европейской Вот через инструменты Через то, что мы получаем Инструменты разных эпох Разных мастеров Это очень здорово Потому что Как ни говори про Современные органы Которые имеют Такую универсальную Часто концепцию То есть на все стили Эпохи, времена Вот когда орган Имеет какое-то свое лицо Связанное только С определенным направлением Не знаю С английской культурой То есть орган С этими такими Уникальными тембрами Которые воспроизводят Здорово Очень именно английскую музыку Или орган Только заточенный Под французскую музыку То есть Это вот Неповторимый Такой шарм Колорит Звучание И мне кажется Это очень важно Чтобы у нас были Такие органы Которые представляют Именно определенный Срез Национальных культур В Европе И таким образом Мы получаем Вот эту возможность Исторического Исполнения Музыки Разных композитов Вы Со всеми органами России Познакомились В качестве Главного редактора Этого издания Удалось ли вам Познакомиться Хотя бы С большей частью Инструментов В качестве органистки Удалось ли Посидеть За ним Поиграть Ну да Конечно В Москве Наверное Я играла Думаю Почти на всех органах Я очень люблю Конечно Орган Калининградского Кафедрального Собора Это кстати Самый большой Орган В России Там Я бы сказала Целый органный Комплекс Из двух инструментов Которые между собой Соединены То есть Ты можешь сидеть На одном органе И играть Прямо Регистрами Сразу двух инструментов Это очень здорово Но если подумать О географии В конце 90-х Я например Часто ездила В Архангельск Мне тоже очень нравится Там симпатичный Немецкий инструмент Где я еще была В Пензе В Челябинске Вот кстати В Пензе Ведь тоже новый инструмент В Пензе Тоже новый инструмент Да Ну относительно новый Да Ну все-таки Ему там Наверное Не больше Десяти лет Может быть Десять лет Да Там кстати Знаете Очень важно Не только сам инструмент Но и вот Место Где он расположен Там очень красивый зал Ты входишь И так Ах Прям вот Хочется Какую-нибудь Интересную Барочную Например Программу Сыграть Даже Какое-нибудь Специальное Платье Такое С кринолинами Ну то есть Не только инструмент Его возможности Но еще место Оно очень многое Определяет А когда орган Стоит в церкви Конечно Он провоцирует На определенную Какую-то Может быть Большую строгость Духовную направленность Программы Хотя Я хочу сказать Поскольку сейчас Такая вот Тенденция Церкви Привлекать Как можно Шире Аудиторию Молодежную Аудиторию Там идут на то Чтобы были И кроссоверные Программы И там Чтобы звучали Разные Аранжировки Вплоть Там Не знаю До музыки Из Гарри Поттера Или еще что-нибудь Такое Вот Джаз Ну в общем Самые разные стили Поэтому здесь Конечно Многое зависит И от самого Исполнителя Как он Ощущает Вот Необходимость Придерживаться Каких-то таких Академических Канонов Или же Вот Стараться Установить Максимально близкий Контакт Со своей Аудиторией Но Мне кажется На самом деле Нет единого Рецепта То есть Здесь Важно Как все это сыграно Как это все подано Потому что Аудитория На самом деле Приходит Она открыта Она отзывчива К тому Что ей играет И если она чувствует Просто Ну вот этот Энергетический посыл Артиста Что ему есть Что сказать Через эту музыку Публике Не только Но Да Сыграть чисто А вот Ну вот Что-то такое Содержательное Выразить Эмоционально То Любая музыка Она будет Конечно Воспринято Прекрасно Вы кстати Когда перечисляли Инструменты Говорили как раз Об органе Федерального собора В Калининграде И вместе с Верой Привердиевой Фактически Этот город Таким становится Органным центром Но когда И долгое время Наверное он им был Все-таки А вот сейчас Когда появился Уже зарядье Орган Удается ли Калининграду Как бы удержать Вот это преимущество Или все-таки Вот уже Москва Опять становится Таким Главным Органным городом В России Ну вы знаете На мой взгляд Калининград Он все равно Остается Конечно Очень такой Яркой точкой Дело в том Что вот в Москве Из-за того Что это огромный Мегаполис Там много инструментов Там крайне сложно Быть первым Единственным И неповторимым А вот в Калининграде Когда есть Ну там собственно Это филармония Но она ведет Такую академическую Я бы сказала Я бы сказала Линию Коллекции Такая идея Вот у Эры Такая лихая программа Для чтеца Органа И оркестра Русских народных Инструментов Вот Там выступал Японский ансамбль Хида-хида Это хип-хоп По-моему Там в общем Этнические инструменты Ну то есть Чего там Только не было И конечно Вот это Ну просто Пиршество Синтез Искусств Вокруг органа Это очень здорово Вот я лично Очень люблю Такие вещи И у меня есть Свой проект В Большом театре Это называется Органный гала Мы это делаем Ну примерно Раз в год Потому что конечно Для Большого театра Органный концерт Совершенно непрофильная вещь Но тем не менее Поскольку там Тоже недавно Ну относительно недавно В 2013 году Был установлен Настоящий Духовой орган Какой фирмой? Жалко его Используют только Он фирмы Глаттер Герц Там 29 регистров Очень симпатичный Инструмент Современный С двумя кафедрами Механической Которая установлена На специальной галерее Построенной В колосниках Сцены Большого театра Её не видно зрителям А есть вторая кафедра Которая может устанавливаться Либо в яме Либо прямо на сцене Ну она так сказать Передвижная И вот На этом Рядом с этим инструментом Мы тоже выстраиваем Такую Мультикультурную историю То есть у нас там И балет с органом И вокалисты с органом Солисты И хор И инструменталисты Вот последний раз Мы тоже сделали Например с Екатериной Мечетиной Нашей известной пианисткой Два номера Для органа И фортепиано Очень здорово это прозвучало Фрагменты Из И она кстати рассказывала У нас была Передача Екатерина Мечетина И она как раз рассказывала Ну мне кажется Это всем понравилось Это было здорово Хотя Это было очень Не просто акустически Потому что Сцена Большого театра Там много своих нюансов И когда Орган и рояль Стояли по двум Ну как бы краям Сцены То там вообще Надо было Сидеть прямо На кончике лавки Чтобы так сказать Все вместе совпадать Потому что Звук гулял Очень сильно И в общем Мы там долго Пристраивались И репетировали Но вообще Все хорошо Очень получилось В Кате конечно Очень здорово И удобно играть Она такой партнер Замечательный Дорогие друзья Что еще вам рассказать У нас в гостях Органистка Профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая Мы прервемся на небольшую паузу Пожалуйста Не отключайтесь Слушайте нас На радиоболтком День в день Час в час Минута в минуту Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы слушаете радиоболтком И мы продолжаем нашу передачу Культурная среда С вами я, Елена Клевалова И в гостях у нас профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая И рассказываем об органах Органах России Евгения, помимо того, что является известным органистом И в России Также является Подвижником И всячески продвигает Органное искусство В своих книгах О французской органной музыке Также и издание Все органы России Но вот еще Она также главная органистка В Большом театре И вот Также очень интересный проект Органист года Когда он возник Кто был инициатором То есть вы сами Или у вас есть команда И что преследует Эта премия Спасибо за вопрос Елена, я как раз тоже Хотела предложить Эту тему для обсуждения Единственное, я вас поправлю Что я являюсь Куратором проекта Органная гала В Большом театре Я не являюсь главным органистом Там вообще нет такой должности Что касается премии Органист года Она возникла в прошлом году Знаете, вот когда мы Все сидели в пандемии По домам Я как-то думала Что органистам приходится Но грустнее всего Потому что если там Пианисты, скрипачи Ну вообще Любые музыканты Они все имеют В принципе инструмент дома И они как-то не отлучены А органисты Ну по крайней мере Половина из моих знакомых Они занимаются вне дома Потому что этот орган Такой достаточно громоздкий Большой инструмент А у молодых людей Вообще нет возможности Покупать электронные инструменты И вот Когда позакрывались все залы Консерватории Да, все ушли на дистант Как-то Ну Многие органисты Просто были Отрезаны От своих инструментов И я подумала Что нужно придумать что-то Чтобы Ну как-то Поддержало И мотивировало Наших коллег Вообще Так сказать Ну Действовать Творить И что сейчас Хорошее время Может быть Как-то посмотреть Что ты успел сделать К этому моменту Ну не то Что подвести итоги Но произвести Смотр своих достижений И вот мы запустили С моим коллегой Александром Соловьевым Это Сейчас он Ректор Академии хорового искусства Он возглавляет Фонд Развития творческих инициатив Известный дирижер И тоже деятели Вот мы решили запустить Премию Органист года Там Четыре Главные номинации Это Персона Это За вклад в профессию Это дебют И За лучшую За самую оригинальную Концептуальную Концертную программу То есть Премия Она адресована В принципе Любому органисту Она не связана С возрастом То есть Здесь есть И возможность Выдвинуться Молодому человеку Который что-то Уже где-то Себя проявил Есть возможность Отметиться И человеку Заслуженному И Человеку Который Как бы сейчас На пике Своей карьеры В общем Совершенно Разные Могут быть Мотивации И Вот мы Запустили Летом Прошлого года Этот проект В начале Это стадия Сбора заявок Абсолютно Любой Может Поучаствовать В этом проекте Его должен Выдвинуть Либо какое-то Учебное заведение Либо твое место Работы Либо Любая общественная Организация То есть Масса вариантов Кто тебя Может представить Мы рассматриваем Эти заявки Отбираем Возможных Кандидатов Потом Советуемся С нашими Коллегами В жюри И Мы знаете Специально Пригласили В жюри Неорганистов Честно Я по своему Собственному Опыту Я действительно Не замыкаюсь Только в профессии Органист И как Журналист Коммуницируюсь С самыми Разными Представителями Нашей культуры И понимаю Что знаете Вот одно дело Мы ценим И оцениваем Органистов С точки зрения Такого Технологического Да Профессионального А другие люди Воспринимают Совершенно Их по другому Вот мне кажется Именно такой слушательский Но конечно Очень профессиональный Подход Это более правильно Поэтому у нас Была например Ирина Герасимова Это руководитель Радиостанции Орфей И мне кажется Очень важный взгляд Человека Который вот менеджер Да В такой Широком смысле Как она выберет Кого Какого артиста Который будет Действительно Привлекательный Да Для публики Либо же Вот с нами был Александр Клевицкий Тоже очень Известный Композитор Дирижер Руководитель Оркестра Имени Селантьева И руководителя Российского Музыкального Союза Тоже партнера Нашей премии В частности С их помощью Мы смогли Сделать Мне кажется Очень симпатичные Такие Призы В виде Статуэток Ладонь Человека Которые Вот здесь Вписаны Органные Трубы Это на самом деле Существующий Орган Так называемый Орган Снежной Мадонны В французских Альпах Который сделал Один из моих Любимейших Органистов Спроектировал Жан Ги Ю И мы взяли Это как символ Такой Как с одной стороны Изображение Органа С другой стороны Это орган Как бы Обращенный К человеку Вот эта Человеческая Ладонь В общем Здесь очень много Каких-то Может быть Моментов Символически Вот И Мы провели Прошлой осенью Вот эту церемонию Награждения Галаканцер Как раз В том самом Кафедральном Соборе Калининграда О котором Мы с вами Говорили Это было очень Такое Красочное Действо Благодаря Трансляции Онлайн Трансляции Ее могли увидеть Вообще Все желающие Она до сих пор Доступна А потом Нас поддержала Наша с вами Родная Московская Консерватория И мы провели Так называемую Московскую часть Этого Награждения Это было очень Удачно Потому что Не все органисты В силу своей Занятости Могли доехать До Калининграда Но вот Как раз Те которые Не смогли Они приехали В Москву И Кстати Все были Очень счастливы Потому что Конечно Вот Возможность Поиграть На органе Каве и Коля На Мастера Легендарного Это конечно Очень здорово Некоторые Довольно Известные Известные органисты На самом деле Играли на этом Органе Впервые И это было Такое Большое счастье И потом В рамках Этой премии Вот Каждый Из лауреатов Из четырех Лауреатов Получил Возможность Еще поиграть Сольный концерт В разных Городах Нашей Прекрасной Родины Это был Концерт Сольный Уже Даниэля Зарецкого В Большом зале Московской Консерватории Нас поддержала Челябинская Филармония Которая Пригласила Ладу Лобзину Главного Органиста Зария Нас поддержала Омская Филармония Вот кстати Вопросы в географии Я там Тоже Несколько раз Уступала И она Пригласила Замечательного Молодого Органиста Из Белгородской Филармонии Тимура Халиулина Который там Сыграл Сольный Концерт И Денис Писаревский Который Был Лауреатом В номинации Дебют Он Композитор Органист Очень интересный Такой Молодой Человек Он получил Возможность Сыграть Сольный Концерт В Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия В Москве Для него Это тоже Был новый Опыт И я знаю Что Он мне Потом написал Что для него Премия Дала возможность И Познакомиться С очень Многими Организациями Представителями Так сказать Вот Концертных Представителями Концертных Организаций И расширить Свои контакты Он Получил Разные Приглашения За вот Прошедший год То есть для него Премия оказалась Таким хорошим Трамплином На следующую Ступеньку И Сейчас Мы Запустили Второй Год Этой Премии Сейчас Мы на Стадии Сбора Заявок Я Надеюсь Что Все Пойдет Так же Хорошо И Вот Уже В рамках Этой Премии Мы Собираемся Презентовать И третье Издание Энциклопедии Органа России И Поучаствовать В круглом Столе Который Будет Проводить В Твери Союз Концертных Организаций России То есть Ну как бы Премия Начинает Еще Брастать Такими Маленькими Событиями Мне тоже Кажется Это очень Важно В следующем Году Придумаем Еще Что Нибудь Каждый Органист Может Мастер Класс Или Семинары Каждый Органист Может Участвовать В нескольких Номинациях Или только В одной Как он Должен Присылать Заявки Вы Знаете Он Может Прислать Как бы Вот Свою Портфолио Из которого Будет Ясно К какой Номинации Его Лучше Было Бы Ну В какой Номинации Лучше Было Бы Включить Да Потому что Есть Действительно Органисты Очень Разноплановые Которые Играют И яркие Программы И при этом Они молодые И здесь Уже Дальше Будет Зависеть От решения Жюри И от Количества Заявок Которые Вот В каждую Номинацию Попадут Как лучше Это все Так сказать Вот Этот пасьянс Непростой Всегда Разложить Вот Но у нас Мне кажется В прошлом году Не было Обиженных Потому что Кроме Вот этих Четырех Лауреатских Званий Мы еще Отобрали Четырех Человек Которые Получили Специальные Призы И мы И мы Отметили Именно За Какую-то Конкретную Деятельность Например Андрей Бардин Органист Красноярской Филармонии Вот мы Отметили За Просветительскую Деятельность В период Пандемии Знаете Вот Андрей Меня Совершенно Потряс Потому что Он Фактически На своих Плечах Нес Вот Эту Коммуникацию Между Филармонией И зрителями Он Постоянно Выходил В эфир Он Рассказывал О музыке Он Там Проводил Такие Съемки Он Для Онлайн Трансляции Играя Такие Маленькие Короткие Программы Рассказывал О Вот Этом Кирхе Где Установлен Орган В Красноярске Ну то есть Он Провел Действительно Потрясающую Активность И Долгое Время Вот Он Один Был Фактически Представителем Ну вот Для меня В всяком случае Представителем Этой филармонии Так сказать Вот В виртуальном Пространстве И это было Конечно Здорово Ну вот Кто еще у нас Получил спецпресс Хирок Иное Вот Я очень люблю Эту органистку Она вроде бы Японская Девушка Но она уже Много-много лет Связана с Россией Она кстати Окончила тоже Московскую Консерваторию И она Солистка Калининградской Филармонии И вот Как-то Мы ей Такой спецпресс Предложили За создание Культурных мостов Действительно Она очень Так сказать Активно Продвигает Японскую культуру Здесь в России Играет музыку Японских композиторов Я вот сама лично Из-за ее программ Познакомилась С очень симпатичными Пьесами И даже попросила У нее ноты Тоже выучила Нескопьес Современного Японского Такого Минималиста Что ли даже Можно сказать Композитора Вот мне очень понравилось Например И она Конечно Молодец И она И преподает И играет Вот И конечно Не отметить Ее было Невозможно Была у нас Органистка Которая Посвятила Ну она Концертирующая Но Вот Мне показалось Что ее Так сказать Большая активность Лежит в плоскости Педагогики Детской Педагогики Это очень важно Наталья Летюк Которая Ведет Класс органов Городе Видное В Подмосковье И она Там Организует Конкурсы Всероссийские Детские Это очень Мне кажется Важное направление Потому что Должна расти Смена Для нас Вот И то что Сейчас Вот Профессия органиста Очень помолодела За последние 10 лет Действительно Во многих школах Появились органные Классы Пусть на электронных Инструментах Но все равно Дети Приобщаются К этой Замечательной Профессии К этому Пласту Музыки И вот Мы Наталью Отметили За ее Вклад В педагогику И Она тоже У нас Участвовала В галоконцертах В Большом Зале Консерватории Тоже Для нее Это был Первый опыт Я помню Ее счастливые глаза И восторг От общения С этим инструментом Вот Поэтому Мне кажется Это премия Мы Конечно Не претендуем На соревнования С какой-нибудь Там Не знаю Премия Браво Или Золотая Москва Но мне кажется То что мы Таким образом Привлекаем Внимание К представителям Все-таки Этой Очень редкой Профессии Она действительно Редкая Вот Сравните Цифры Сейчас В Московской Консерватории Идут Идут Вступить На экзамены 60 пианистов Сейчас Вот уже Прошли Это видимо Так сказать Последний этап Там русские Литературы То есть Возьмут 60 Органистов И всего Два То есть 60 пианистов Прошу прощения И всего Два Органиста Ну вот Видите В процентном Соотношении Я не знаю Это не один процент Это ноль целых Сколько-то там Процентов И поэт А с другой стороны Мы Поэтому Очень многих Органистов Знаем Именно в лицо Вот Это армия Пианистов Которая там Ходит Многотысячная Из них Мы знаем Десяток И Вот наше Узкое Такое Небольшое Сообщество Которое Ну я не знаю Ну доберется ли До сотни Органистов В России Доберется Доберется Конечно Суммарно Доберется Но Это Кстати И студенты И дети То есть Это Как бы Люди Которые Может быть Дальше Еще Не все Свяжут Свою Жизнь Да С этой Профессией Вот Но Тем не менее Большинство Действующих Органистов Мы всех Знаем По фамилии Многих Знаем Да Вот По их Концертам Потому что Это действительно Все-таки Очень штучный Такой Товар Ну Кстати Так как вы Инициируете Энциклопедии И Издаете журнал Музыкальная академия Можно Выпустите Органные персоналии Раз так мало Органистов Можно Быть Дальше Также И способствовать Прославлению Нашей профессии Евгения К сожалению Наша беседа Уже Подходит К концу Вот Можно ли Выделить Вот Наиболее Что-то яркое Вашей Вашей Жизни Что вам Ближе Больше Преподавание Консерватории Игра На органе Или Вот такая Просветительская Деятельность Журналистика Или Это вот Действительно Такой симбиоз И вот Как человек Оркестр Вам нравится Абсолютно Всем этим Заниматься Ну да Я бы Сказала Последнее Конечно Это симбиоз И это Взаимообогащающие Виды Деятельности Потому что Когда я прихожу В концертный зал Как критик Я не только Так сказать Ищу какие-то Ну Не только оцениваю Деятельность Моих коллег Но я обязательно Для себя Какой-то День День